Всем привет, друзья! Меня зовут Поречка и это очередное видео из цикла советов для новичков в новой карточной игре от Marvel под названием Marvel Snap. Сегодня поговорим об уровне коллекции и о том, как именно его прокачивать, какие есть лайфхаки, советы и так далее и тому подобное. Для начала хочется рассказать, что прокачивать наш уровень коллекции на данный момент мы можем только посредством кредитов, которые располагаются у нас в верхнем углу слева, ну а также в принципе все. Другое дело, как мы можем зарабатывать кредиты. Давайте я вам сразу покажу это быстренько, какой способ заработка из кредитов, ну либо покупка, естественно, золота и конвертирование их кредиты. Также не забывайте прожимать вот эту кнопочку раз в день 50 кредитов бесплатно. На стриме меня просили сказать, говорю здесь, чтобы все это знали. Не используйте вот этот фаст апгрейд за кредиты, это того не стоит, потому что частицы, то есть грубо говоря, этот фаст апгрейд, он добавляет частицы, которых вам не хватает. Поверьте, эти частицы очень легко фармятся и не стоит тратить свои деньги на это. Тут очень большое увеличение, например, в данном случае порядка, по-моему, 85, в данном случае 45 больше и в данном случае 45. Ну да ладно, вернемся к кредитам и тому, как их получать. Получать кредиты вы можете за выполнение ежедневных заданий. Вот, например, выиграете локацию с 10 или меньшей силой. Оно у меня выполнено, я могу его подтвердить. Вот я подтверждаю и у меня вместо 700 становится 750. На этом, в принципе, все. Как это не звучало бы просто, другого способа получения кредитов больше нету. Ну, если не считать Season Pass, если тут есть соответствующий бесплатный раздел. Как видите, после, например, 20 уровня можно получать 50 кредитов бесплатно, независимо от того, если у вас платный Battle Pass или нет. Ну, а теперь вернемся к уровню коллекции. Итак, давайте сразу разберемся, что есть несколько типов карт, редкостей карт. Есть карта Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary, Ultra Legendary и потом, по-моему, она называется Infinite. Сейчас я вам точно скажу, чтобы не быть голословным. Да, Infinity она называется. У меня даже сейчас, на данный момент, нету карт обычного типа. Вот, есть, есть. Я специально ее оставил для стрима. Вот она обычная, скажем так, обводка карты. Далее у нас идет Uncommon. Выглядит она такая зеленоватая. И у карты границы начинают вылезать, собственно, из нее. После этого идет Rare. Тут добавляется такая синяя, скажем так, обводка. И вроде как есть простенькая... Ну, простенькой анимации нету. Ну, обводка и карта, давайте скажем, выпирает еще больше. После этого у нас идет Epic. И здесь у нас добавляется анимация. Видно это по Железному Человеку. После Эпика у нас идет Legendary. И у меня, к сожалению, сейчас нету ни одной. Но там оранжевая обводка. И в принципе все. После Legendary идет Ultra Legendary. Добавляется вот такая вот более красная обводка, нежели оранжевая. Ну, а Infinity это карта с таким, скажем так, Pride фоном. Там все становится такое радужное сзади. И сама обводка, она становится более голубоватой. Иначе говоря, это так называемый фойл. Ну, и давайте я теперь покажу вам, расскажу точнее, как самое выгодно можно конвертировать ваши карты, имеющиеся, в уровень коллекции. Хотелось бы сразу упомянуть, что самое выгодное, это всегда конвертировать камонку в анкамонку. Я нажимаю эту кнопку. Вот я поиграл на Blue Marvel, и получил 6 частиц. 5 мне нужно для того, чтобы сделать его анкамон. За 25 кредитов и 5 частиц я могу сделать его анкамон. Это даст мне 1 уровень коллекции. Давайте проделаем это прямо сейчас. Мой уровень, чтобы сразу... Вы запомнили? Вы 145 сейчас. 145 уровень коллекции. Делаем Blue Marvel рарным. Вот он становится рарным. Точнее, не рарным, а анкамономским. И мы получаем 146 уровень коллекции, и у нас доступна опция забрать себе новую карту. Хотелось бы упомянуть, что поскольку от уровня коллекции непосредственно зависит количество карт, которые у вас есть на аккаунте, если вы играете бесплатно, то для вас максимально важно как можно быстрее этот самый уровень повышать. Но если вы будете пытаться повышать карты, допустим, с анкамона, сейчас я его найду, до рейер, да, то это будет стоить уже не 25, а 100. И самое выгодное, именно вот промежуток с камона до анкамона, потому что рейер... Анкамон до рейер это 100, рейер до эпика это 200, эпик до легендаря это 400, и так далее. Я думаю, вы уже понимаете. Ну где и... Потом 300 и, соответственно, 400, да, и вот 500 до инфинити. Это максимальное. То есть поэтому самое выгодное это анкамонки. Не забывайте об этом. Играйте, пока вы еще не находитесь как бы на высоком рейтинге, играйте обязательно с камон-картами для того, чтобы они у вас получали частицы, и вы потом их могли прокачивать за 25 единиц. К вариантам карт это также относится. Не забывайте играть вариантами карт, если они у вас имеются. Вот у меня, например, есть Алая Ведьма. У меня два варианта. Как видите, он уже прокачан до анкамона. Таким образом вы будете повышать ваш уровень коллекции намного быстрее и, соответственно, получать все новые и новые карты, при этом не тратя никаких денег. Большое спасибо за внимание. Увидимся!